А сейчас о давней проблеме областной столицы. Многие годы в Твери не удается добиться рентабельности муниципальной аптечной сети. При этом, несмотря на обилие частных точек, закрыть все потребности населения они не могут. Муниципальная аптека, например, занимается приготовлением рецептурных медикаментов, а также имеет разрешение на продажу ряда строго рецептурных и льготных препаратов. Вопрос дальнейшего существования сети таких социально значимых аптек в последние годы вставал все острее и требовал принятия радикальных мер. О варианте решения проблемы в сюжете нашего корреспондента Анастасии Бучок. Очень странная ситуация складывается в аптечном бизнесе. Например, здесь в одном здании аж четыре аптеки, а в некоторых отдаленных районах областного центра нет ни одной. Видимо, распределение фармточек складывается по принципу «где-то пусто, где-то густо». Однако особая роль принадлежит именно муниципальным аптекам. Они эксклюзивно обеспечивают жизненно важные потребности тысячи горожан с проблемами здоровья. Но уже многие годы на грани жизни и смерти была судьба самой муниципальной сети аптечных пунктов. Поэтому вопрос ее сохранения имеет буквально стратегическое значение. Этот вопрос, в частности, на последнем заседании Тверской гордумы поднимал экс-министр регионального здравоохранения, а ныне заместитель председателя городского парламента и глава крупнейшего учреждения здравоохранения Тверской области Сергей Козлов. Она выполняет очень серьезные социальные функции. То есть это не коммерческие аптеки, которые торгуют лекарственными препаратами, но и через муниципальные аптечные сети идут обеспечения наркотиками, сильнодействующими препаратами, психотропными пациентами. На что не может лицензию сейчас получить коммерческие. Ну и, конечно, обеспечение льготной категории граждан. Поэтому наша задача сейчас не только сохранить эту аптечную сеть, но и передать ее в областную собственность. 27 июля руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев посетил Тверь с рабочим визитом. В завершении дня Владимир Васильев совместно с региональным министром здравоохранения Дмитрием Березиным проинспектировал работу муниципальной аптеки в части формирования цены на препараты льготной категории и на препараты, которые находятся в рознице. Мы рассказали, как это происходит, как это мониторируется Росграфнадзором в ежемесячном режиме. В целом, по работе аптеки, по развитию фармации. Рассказали о наших планах правительства по наделению фармации функциями единственного поставщика для медикаментов всех, не только для льготников, но и для всех стационаров. Теперь Тверская муниципальная аптека на проспекте Гусева станет местом продажи населения у востребованных медикаментов, что, по мнению специалистов-фармацевтов, очень удобно и важно для граждан. Когда мы будем являться единственными поставщиками, мы будем обеспечивать людей без всякого отсроченного обслуживания. То есть пациент пришел с рецептами, мы ему выдали весь ассортимент, что ему положено, он спокойно ушел. Дальше уже финансовые вопросы, а губформация решает на уровне Минздрава Тверской области. Таким образом, можно надеяться, что решение застарелой проблемы найдено. Городская аптечная сеть перейдет в введение региональной структуры, что позволит ей и дальше выполнять свои жизненно важные функции, но уже не опасаясь закрытия. Остается также надеяться, что сеть муниципальных аптек будет расширена для удобства горожан.